И добрый, добрый вечер, дорогие телезрители. Среда, 19.45. Да, да, у нас поменялось время, и вы, включив свои телевизионные совершенно разнокалиберные приемники, попадаете в эфир национального телевидения Республики Саха. И в день государственности мы очень рады представить новый проект нашего телеканала, проект, который называется, ну мы долго не думали, народный контроль, который будет посвящен различным совершенно аспектам народного участия в контроле за качеством предоставляемых как раз населению услуг, будь то государственных, муниципальных, товаров, чего угодно. То есть очень универсальный формат, который вот так и называется народный контроль. И когда нам сказали, что вы желаете выбрать для темы первого пилотного выпуска, от которого, конечно же, зависит, как воспримет народ наш новый проект, мы совершенно не раздумывая сказали, мобильный интернет. Что такое мобильный интернет для нас? Давайте, для начала, мы, хотелось бы представить аудиторию, которая у нас очень авторитетная. По левую сторону от меня, давайте я начну с гостей, руководители двух филиалов, двух сотовых операторов, Александр Костерин, руководитель филиала ПАО, как это получается, публичное общество Мегафон. И руководитель обособленного подразделения УМПЛКОМа, то есть Билайн в республике Саха-Якутия, Андрей Драчев. И также противовес им выставлены два пользователя. Пользователь Билайна у нас Георгий Андреев, человек, который представлять блога в сфере не нужно. Леонид Анциферов, конечно же, мой коллега. Ты же был ведущим на телевидении? Да, был. И третийским судьей сегодняшнего такого раунда назначается министр связи информационной технологии республики Саха-Якутия Александр Борисов. Александр Ильич, кстати, и всех присутствующих в нем государственности. Еще раз, очень примечательно, что именно 27 сентября, накануне моего дня рождения, кстати, эфир происходит. И хотелось бы, мы подготовили такой видеосюжет, который я для затравки хотел бы предложить всеобщему вниманию. Видео. Век цифровизации, когда огромное количество информации, касающейся всех аспектов нашей жизни, здравоохранения, образования, проходит именно по каналам мобильной связи. Без всякого преувеличения можно говорить, что качество предоставляемых услуг мобильного интернета – один из индикаторов уровня развития государства. В качестве темы пилотного нашего выпуска мы выбрали, конечно, то, что нам ближе всего. Любая бабушка, которая пользуется ватсапом, скажет, что если фотография, присланная ее внуком, скачивается достаточно медленно, это будет означать низкое качество жизни. Так, алло или нет, мы попробуем в нашем исследовании сегодня проверить. Заглянув на сайт качества связи РФ, мы обнаружили странную картину. Согласно, и у одного из сотовых операторов напрочь отсутствует покрытие сетью 4G в славном городе Якутск. А мы же можем сами измерить, и причем моделируя реальное использование мобильного интернета, подумали мы. Исследование мы будем производить на аппаратиках фирмы Samsung, в котором установлен режим 4G или LTE в принудительном порядке. И на симках всех трех операторах мы измерим скорость скачивания определенного файла и тесты на обычном спид-тесте в трех различных точках. Кроме того, мы оценивали очень субъективно, поскольку все-таки 4G и голосовая связь несовместимы с скоростью восстановления LTE после сеанса голосовой связи. Ну и до кучи ставим баллы за само качество голосовой связи, как сопутствующий факт. Итак, понеслась. Первая точка – площадь дружбы. МТС набирает в целокупности 12 баллов. Билайн – 13. Лидером в центре становится Мегафон – 17 баллов. Далее мы выдвинулись в район ДСК. Следующие замеры были сделаны на удалении 5 километров от исходной точки. Здесь Билайн и МТС набирают по 12 баллов. Мегафон опять набирает 17 баллов. И следующая точка – Стелла Якутс, которая также удалена на 5 километров от площади дружбы. На третьей точке МТС набирает 8 баллов. Билайн – 15 баллов. Мегафон с отрывом от Билайна – 2 балла, набирая те же 17 баллов. И суммарное количество баллов нашего исследования. МТС – 32 балла. Билайн – 40 баллов. У Мегафона, который стал лидером наших измерений – 51 балл. И прежде чем мне бы хотелось вручить вот такой вот памятный знак, который нашей программы лучшему оператору мобильного интернета 4G в городе Якутске, я оговариваюсь, в городе Якутске, потому что мы замеры производили только в пределах города Якутска. Насчет республики будет совершенно отдельная тема и совершенно отдельное измерение. Я бы хотел все-таки, чтобы представители наших сотовых операторов прокомментировали наши условия. Мы постоянно находились с вами на связи. Вы мониторили те или иные условия, в которых ваши симки, симки ваших сетей попадали во время измерений. Давайте мы начнем с лидера. Спасибо за такую честь, Дмитрий. На самом деле вы затронули очень правильную тему. Все операторы, и Мегафон в том числе, много лет меряют внутренние параметры качества сети. То есть у нас очень много мониторов, у нас очень много индикаторов внутренних, технических, по которым мы определяем то, как качественно или некачественно работает сеть. И только в последние 2-3 года мы поняли, что этого недостаточно. Мы поняли, что то, что у нас какой-нибудь из индикаторов горит зеленым цветом, далеко не означает того, что абонент доволен качеством предоставляемого сервиса. И вот в последние пару лет мы начали переходить к так называемому user experience, то есть именно к абонентскому восприятию качества связи. Мы начали заказывать исследования внешние, которые позволяют нам оценить именно качество предоставления услуг не с точки зрения наших KPI сети, показателей сети, а с точки зрения того, как нашу связь воспринимает абонент. Что называется избушка-избушка? Повернись к лесу задом. Совершенно верно. Да, очень отрадно, кстати. Вот, потому что начинались мы все-таки как технологические компании, а вот теперь мы все ближе и ближе подходим именно к клиентскому сервису и стараемся взаимодействовать с клиентом как можно теснее для того, чтобы оценивать, для того, чтобы клиент давал нам оценку, а не мы сами оценивали свое качество. Поэтому спасибо вам большое за эту передачу. Что хочется сказать? Мы очень много сил, времени, средств вкладываем в развитие сети и на территории республики, и в том числе в городе Якутске. Ну, не секрет, наверное, да, для тех, кто интересуется действительно связью, что мегафон, ну, наверное, и должен в Якутске быть лучшим. По сравнению с другими операторами, потому что, ну, банально, у нас здесь лучший спектр в частотах, да, то есть такой полосы в частотах LTE, как у мегафона, нет больше ни одного оператора. Ну, и, собственно, мы его стараемся эффективно реализовывать, ну, и я считаю, что ваш тест показал, что мы работаем достаточно правильно. Однако не сочтите, что я полностью на вашей стороне, да. Наличие виртуального оператора, Yota, который оперирует вашими же, вашей же сетью, да, то есть, если нам взять, вот, встать на сторону, чем больше пользователей Yota, чем хуже связь мегафона. Так ведь, Леонид, по идее, должно быть. Потому что прерогатива отдается пользователям Yota, значит, сеть в параметрах меняется в сторону ухудшений для пользователей обычного мегафона. Так ли это? Нет, это не так. На самом деле, сеть мегафона абсолютно в равных долях делится между абонентами как мегафона, так и Yota. То есть, если в зоне действия одного сектора базовой станции зарегистрировано, допустим, 10 абонентов мегафона и 3 абонента Yota, то это означает, что ресурсы базовой станции разделятся на 13 частей, и каждому из этих абонентов достанется ровно там 1,13 от ресурса базовой станции. Ну, это вот в приведенном примере. Вот, учитывая тот факт, что все-таки абонентов Yota, ну, в десятки раз меньше, чем абонентов мегафона в городе Якутске, поэтому серьезные нагрузки на сеть они все-таки не создают. Хотя вы правильно подметили, абоненты Yota, это гораздо более активные пользователи, честно скажем. То есть, один абонент Yota, он действительно активнее использует ресурсы нашей сети, чем абонент мегафона. Наверное, это связано в первую очередь с тем, что все-таки Yota более молодежный оператор, ну, а молодежь активнее использует современные технологии. А нет такого, что акцентируется все-таки больше на стационарных каких-то условиях для роутеров и так далее? Ну, опять же, на территории Якутской республики использование мобильного интернета как суррогата фиксированного, оно действительно имеет место быть. И оно у нас в Якутске... Ну, потому что на самом деле все-таки заменять фиксированный интернет мобильным – это зло. Потому что мобильные сети, они все-таки предназначены именно для мобильного интернета, а не для того, чтобы постоянно прокачивать огромные объемы информации, ну, для чего, собственно, и предназначены фиксированные сети передачи данных, да. Вот, поэтому, ну, я считаю, что особых противоречий здесь нет. А не будь йоты, значит, мегафон вообще летал бы, да? На самом деле нет. Мегафон сделал очень серьезный стратегический шаг несколько лет назад, когда осуществил покупку оператора йоты. Ведь, с одной стороны, можно смотреться так, как говорите вы, да, что абоненты йоты де отъедают ресурсы абонентов мегафона. Но, на самом деле, тот частотный ресурс, которым обладает мегафон, он создан именно благодаря тому, что пять лет назад была осуществлена покупка йоты вместе с частотным спектром, принадлежащим этому оператору. И, собственно, вот именно то преимущество в частотном спектре, которое мы сейчас имеем, оно реализуется именно благодаря тому, что мы присоединили к себе компанию йота. Те цифры, которые, вот, я прошу режиссера выдать цифры мегафона, которые мы в различных точках производили на наши экраны. Если бы, вернее, наша симка, которая участвовала в измерениях, она в экстремальном режиме находилась, или все-таки это более щадящий? Что имеете в виду экстремальный режим? Ну, это нормальная нагрузка. Сколько там примерно пользователей было в частоте ЛТИ? Ну, да, вы нам, так как вы нам сказали, примерно места, в которых вы находились, да, соответственно, и примерное время, в которое вы находились в этих местах, мы посмотрели загрузку секторов базовых станций, на которых вы обслуживались. Ну, допустим, если говорить про центр города, про точку, с которой вы начинали измерения, вместе с вами в секторе ЛТИ, в секторе четвертого поколения, в котором вы проводили измерения, одновременно обслуживалось порядка 50 абонентов. Порядка 50? Да. И на двух других точках примерно сопоставили? Ну, на последней точке тоже было порядка 50 абонентов, на промежуточной точке было около 35 абонентов. Около 35. Хорошо. То есть... Это режим такой, он не экстремальный, но он хорошо нагруженный для сети, скажем так. Хорошо нагруженный. То есть то, что мы до начала исследования не давали никому наших номеров, которые будут находиться в ваших сетях, это нормально. У вас претензий к нам нет? Нет, конечно. Абсолютно хорошо. Андрей Викторович, то, что Билайновская сеть, мы отметили очень высокое качество голосовой связи как сопутствующий фактор. Еще раз говорю, голосовая связь и ЛТИ это вещи несовместимые. Но какие-то... Ну, на самом деле я могу сказать, что уже есть технологии, которые позволяют допускать голос по ЛТИ. Такие технологии уже существуют, они тестируются, и вполне возможно, что в скором будущем такая возможность появится у наших абонентов. Ну, а качество голоса, да, могу сказать, что у нас в нашей сети запущена такая функция, как HD Voice. Это функция, она позволяет пропускать вот именно голосовые пакеты в более широкой полосе частотной. Поэтому все те недостатки, которые существуют в 2G сетях, в 3G сетях, она гораздо лучше производится. Гораздо лучше производится. Тот факт, что... Вот я до передачи спрашивал, да, почему так медленно зашивался? Скорее, вы сказали, что это проблема, скорее, устройства определенного. И в сети МТС, и в сетях Билайн я обнаружил то, что когда во время нахождения в 4G приходит голосовой звонок, и скорость восстановления в режим, то есть ЛТИ, обратный переход, осуществляется с довольно большой задержкой. В мегафоне это происходит чуть ли не моментально, там в пределах 15-20 секунд. У вас где-то порядка минуты вот этот дилей составляет. Дмитрий, ну вот... Это чистый технический момент, да? Ну да, я сейчас вам не могу прокомментировать. Вот информацию вы довели, мы обязательно это обсудим с нашей технической дирекцией. Вот и посмотрим, проведем свои тесты, проконтролируем. Справедливости ради в отсутствии третьего нашего оператора, который участвовал в наших тестах. Кстати, я скажу, что Билайн показывает абсолютно стабильные результаты во всех точках, в которых мы проводили измерения. То есть никаких выпадений, никаких там больших гиперскоростей и так далее мы не наблюдаем. То есть ровненьким таким середнячком пропер как танк, и недаром Георгий Андреев говорит, что нареканий к данному оператору нет. То есть в тех местах, где он проводит 90% своего времени, я подражаю тебе, кстати, да, у него нарекания. На самом деле, еще раз, я хочу обратиться уже к третейскому источнику. Ваши сотрудники передали мне целую книгу, называется «Республика Саха-Якутия. Итоговые данные по показателям качества сервисов и радиопокрытия». То есть не наше любительское вот это ковыряние, да, скачивание файлов размером 11 мегабайт и так далее. И не то обращение на сайт качества связи РФ, которое показало, что сети ЛТЕ мегафонов в Якутске нет. А есть же другие еще источники. Вот по работе мониторинга за качеством связи, пожалуйста, из первых уст. Дмитрий, ну, хотелось бы вначале всех телезрителей поздравить с Днем Государственности Республики. Естественно, всех операторов связи, участников, телезрителей. Вот, ну, мы как министерство, как орган власти, который, мы контролируем качество связи, мы контролируем и работу всех операторов. Естественно, вот работа, которую вы провели при подготовке этой передачи, нас, конечно, очень радует. Сегодня нужно в полной мере привлекать мнение уже пользователей услуг этих компаний. И, естественно, это как-то подстегивает наших операторов. Они начинают задумываться больше о качестве связи. Естественно, здесь растет здоровая конкуренция. Ну, вот вы затронули понятие качества, да, и вот количество пользователей. Конечно, рекламируя себя, продвигая себя на рынке, оператор, он привлекает себе, естественно, имеет желание привлечь как можно больше абонентов. С другой стороны, конечно, когда абонентов становится все больше и больше, качество связи начинает как-то это. Вот, как мы говорили, там 50 абонентов было подключено. Мы видим, что уже тот канал, который подключен к этой конкретной станции, он, конечно, уже начинает делиться на количество абонентов. Если возьмем компанию, которая вот только что пришла, установила ЛТЭ оборудование прямо вот там же на площади Ленина, и вы бы провели замеры, там, наверное, сотни мегабит уже показало бы, да, и он бы выскочил. Да, все бы летало. Но, к сожалению, сегодня у нас очень много пользователей. В соответствии с законом о связи, мы, операторы связи, не имеют права вот отказывать абонентам, которые к ним подают заявление и подключаются к ним. И вот у нас проблема в районах получается именно такая, да, там у нас, это в Якутске, 4G в крупных городах, там, где у нас оптика, а там, где у нас радиорелейные линии, спутниковая связь, там просто-напросто каналы перегружены, и вся беда в этом. На самом деле можно предоставить и хорошую канал, и через спутниковую связь, но там 5 абонентам, да, но не 5 тысячам. Цена при этом возрастет в РЗН. Ну, естественно, да, естественно. Экономика. Давайте перед тем, как мы прервемся на небольшую рекламную паузу, я бы хотел очень торжественной обстановке Александру Костерину, руководителю филиала Мегафона в Республике Саха-Якутии, вручить вот наш памятный знак, который мы, да, спасибо, кстати, агентству решений за очень оперативные решения. Спасибо, Дмитрий. Спасибо за предоставляемую связь. Я еще раз говорю, хотя есть куча нюансов, но нюансы есть везде, да, Александр? И во время рекламной паузы мы, конечно же, обсудим. И во втором, во втором блоке, который начнется сразу после рекламы, я бы хотел, чтобы активнее включились наши абоненты и донесли глаз народа до непосредственных операторов услуг, которыми мы пользуемся. На самом деле, еще раз говорю, мы пользуемся котлами газовыми, которые имеют GSM-модули, да, мы пользуемся телемедициной, вот эти все факторы, да, жизнеобеспечение и так далее. Вот мы говорим мобильные связи, это не хохоряшки какие-то, инстаграм только смотреть. Это еще жизнеобеспечение, это здравоохранение, это следить за успеваемостью детей и так далее. Это очень, на самом деле, такой значимый индикатор учества, качества нашей жизни. Реклама прямо сейчас. И, как всегда, у нас время рекламной паузы, время самых бурных обсуждений. На самом деле, тут министр связи информационной технологии поведал некоторые секреты, о которых можно сказать, наверное. Но еще раз я хочу вернуться к индикатору жизни. Последнее время участилось вот такой момент. Почему молодежь рвется в город? Потому что там быстрый интернет, быстрый мобильный интернет в том числе, да. Это один из индикаторов жизни. Вот, Александр Ильич, вы сказали, что специалисты молодые когда выбирают. Да, сегодня, если вот наше поколение выезжало туда, куда нас распределяли, мы спрашивали более простые вещи, да. Вот, есть там жилье, как можно туда добраться. То сегодня молодые люди спрашивают, а есть там интернет? Это, ну, конечно, не первый вопрос. Это вопрос там в группе из двух-трех вопросов. Но все же мобильный интернет и его скорость, они, это является одним из таких требований молодых специалистов. Это, значит, сегодня вопросы вот мобильного интернета, доступа в сеть, они являются, конечно, очень важными для нашей молодежи. Это не только YouTube смотреть, на самом деле, я еще раз говорю. Конечно, конечно. Это уже электронные услуги. Мы уже забыли, когда стояли в очереди за билетами в самолет. Мы регистрируемся онлайн. Мы оплачиваем все через телефон, все это, мы давным-давно все забыли. Страшно представить, если все сети рухнут. Вот, и жизнь изменилась, понимаете, да. Жизнь изменилась не только здесь у нас в городе, но и на селе. Люди начинают планировать свой день по-другому. Вы можете, кстати, дорогие телезрители, в прямом эфире задать присутствующим операторам свои вопросы по телефону 423897. Наши редактора примут вопросы, и, возможно, ваш вопрос прозвучит до конца нашего эфира в нашей программе «Народный контроль». Я хотел бы, чтобы Леонид и Георгий все-таки включились. Один из них является абонентом Билайн, а второй является абонентом Мегафона. Давайте с Леонида, наверное, начнем. Твои пожелания по улучшайзингу работы нашего совместного оператора? Ну, если мы говорим о 4G сегодня, о мобильном интернете, у меня лично к Мегафону претензий нет вообще никаких. Потому что я очень давно являюсь, с момента открытия, фактически, вот как первый офис открылся в Мегафоновске, я зарегистрировал там номер, я никуда не уходил с Мегафона, хотя меня там кое-кто уговаривал, там, перейди туда, перейди сюда, особенно когда вот появилась эта инициатива, что номер можно оставить. Вот. Ну, а что можно улучшить в мобильном интернете? Мне кажется, и так все, в общем-то, очень хорошо. А что касается работы самой компании, ну, может быть, я хотел бы попросить, там, пожелать, да, пожелать, чтобы более оперативно оповещали о смене стоимости тарифов, например. Потому что так иногда бывает, что ты платишь одну стоимость, и вдруг внезапно узнаешь, что цена поменялась, твой тариф как-то, твой тариф ушел в архив, например. Вы пользуетесь архивным тарифом, да? Да, пользуетесь архивным тарифом. Вы Леонид настолько древний, что как ваш тариф? Да, да, да. Примерно что-то в этом духе. Типа того. Ну, дело в том, что тут, конечно, стоит сказать о том, что сейчас пользователь мобильной связи должен быть умным пользователем. Он должен сам следить за своими расходами все-таки. Правильно? Точно. Все, у меня больше… Полностью согласен. Хочу добавить, что у нас есть в нашей платформе, есть такое понятие, как личный кабинет, это есть мобильное приложение, где абонент онлайн может контролировать свои расходы. То есть вот буквально поговорил и сразу смотрит на баланс. Да, ну, а в целом у меня никаких претензий к мегафону как оператору именно мобильного интернета нет. Именно мобильного интернета нет. Кстати, вот насчет тарифов я все-таки хотел сказать. Это тема отдельного разговора, конечно, маркетинг всех наших операторов, потому что отсутствующий оператор, крупнейший оператор МТС, который первым пришел на территорию республики и так далее. Наверное, то, что мы получили довольно низкие результаты, это не говорит о том, что сеть его плохая. На самом деле у него представлен такой тариф, который не можете предложить вы. Это безлимитящий, натуральный безлимит, который про нас только просаживает каналы связи МТС, что возможно вот такие вот затыки, какие мы получили на наших измерениях. Это в защиту, скажем так, отсутствующего оператора. Так что нет предела совершенству, на самом деле и ваши тарифные планы заслуживают. Дмитрий, я бы хотел подтвердить, потому что буквально недавно компания МТС уже говорила об этом, что надо было бы убрать вот из-за бугорища, безлимитища, да, это те тарифы, которые сегодня очень сажают качество услуг компаний. Но все же пока они оставили и наши люди этим пользуются еще. Но вы правы в этом, действительно это так. То есть это реально безлимитища виновата в том, что они показывают такие результаты? Ну, просто я уже об этом говорил. Сегодня, возможно, в тех местах, где вы проводили измерения, было достаточно много пользователей из компании МТС. И в это время они пользовались тем же мобильным интернетом. Это просто мое предположение и в защиту отсутствующего оператора. Да, но с другой стороны, нам же пользователю все равно. То есть если оператор предлагает какие-то услуги, то будьте добры, извиняюсь, определить какой-то там порог запаса и так далее. Как говорится, не можешь и спустить, не мучай пятую точку. Вопросик можно? Дмитрий, а с чем связано именно тестирование 4G интернета, а не 3G? Почему 3G не стали тестировать? Все-таки мы, как говорится, мы... Поймите правильно, я почему задал вопрос, потому что порой скорости в 3G быстрее, чем 4G. Могут быть больше. Это объективно, заметьте. Поэтому тут надо тоже было как-то подходить так... Я согласен, LTE прожорливее, LTE требует больших аппаратных, скажем так, мощностей и так далее, и так далее. То есть справедливой может было бы, ну, мы же все-таки смотрим вперед, тестируют тут сети пятого поколения, да, все-таки находясь в сетях четвертого поколения, не грех, конечно. Чем отличаются крупные города? LTE, LTE, LTE. Это связано с оптикой, это связано с аппаратом. Вот вы, Александр, лично сказали, приходя в населенный пункт и подключив энное количество каналов связи, оператор-то себя ограничивает. Они ограничивают себя везде. В Усть-Мае, Батагае. Ограничивают. Не жизнь, а сплошное ограничение. У тебя к Билайну какие вопросы есть? Ну, я вот что скажу. Я по-своему как бы работаю со всеми операторами, да. Допустим, на работе мы используем активный МТС и Мегафон, но у меня лично Билайн. Да, Билайн я, наверное, использую уже лет 6-7, ну, с самого начала, да. Там вот были очень интересные тарифы, я так и до сих пор на Билайне сижу. Я не скажу, что какой-то оператор хуже или лучше, да. У всех операторов есть свои плюсы, причем очень жирные плюсы. Поэтому, да, вот мы все используем разные операторов. Но вот, допустим, там, где я нахожусь, вот ты меня спародировал же, да, вот дома, где я нахожусь по работе, 99% времени, да, меня вот мой Билайн устраивает. И вот, если кто-то вот смотрит мои прямые эфиры, да, это все я делаю через Билайн. Это все бесплатно, я говорю. Никакой нам не тратит. На самом деле… Можно, можно? Да, конечно. Докажу, да. А, скажу. И вот еще у меня вот такой вопрос. Я знаю, что, ну вот, те люди, кто часто ездит по УЛУСам, по различным регионам нашей республики, да, имеют запас симок разных операторов. И получается, что, входя в какую-то зону, человек вынужден либо несколько телефонов иметь, да, либо симки менять в своем телефоне. Я вот до передачи проконсультировался, сказали, что все-таки оказывается сейчас… Оказать хотим. Ну, в правом поле России, да, вот относительно связи, этот вопрос такой очень, ну, слабо рассмотрен, да. Вот, ромник среди операторов, то есть, допустим, условно… Межоператорский ромник. Да, очень как бы вот… Но это я о чем хочу сказать, что, допустим, человек уезжает в Амгу, да, и переключает там, ну, на Билайн, да, или на МТС, меняет свою симку, допустим, на Мегафон, там, и так далее. И таких мест у нас в республике очень много. Я хотел бы вот попросить от всех, ну, жителей, может быть, да, чтобы вот в некоторых регионах эта проблема, она уже решена. В регионах России, я имею в виду, да. На местах операторы подписали межоператорские договора о внутреннем роуминге. Я думаю, что и вам, как операторам, для удержания собственных клиентов, это… Да, это вот как раз тот опыт, который очень хорошо был бы… Ты не представляешь, Петрович, на какие деньги ты их посадил только что, да, вот это свои идеи. Реально, эта вещь очень, наверное, дорогая. На самом деле… Это был заказ от МТС, поэтому они не пришли. Идея богатая, как говорится, но тут надо отдавать себе отчет, что вот тот вид роуминга, о котором вы сейчас, Георгий, говорите, он запрещен на законодательном уровне, и ни в одном субъекте федерации он не работает. Я же говорил об этом. Вы, наверное, говорите скорее о новых технологиях раншаринга, так называемых, когда один оператор строит инфраструктуру, а потом делит ее уже на коммерческих условиях с другими операторами. Это совершенно другая идея. Про виртуальных операторов вы имеете, говорите, да? Про виртуальных операторов вы имеете. Да, 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 но это совершенно другая идея. Ну, как говорится, законы же не роботы пишут, да? Законы пишут люди. Народ, это люди, да. Пожелание. Вот такие вип-персоны у нас от замечательных операторов, да, вот такой активный министр вот тут у нас находится, да, я вот вижу, что человек тоже заинтересовался. Законы пишут люди, вот может быть сегодня стоит вечером подумать, а потом завтра выйти с инициативой. Просто я вот, когда езжу по другим странам условно, да, я это вижу у себя на экране телефона. Да, это уже международный роуминг, это есть, конечно. Да, то есть он не запрещен законодательно. Ну, на международном уровне это везде работает. Давайте тут, кстати говоря, 4G, 4G, почему? Давайте вопрос в нашу студию, говорите в прямом эфире. Алло. А, нету, да? Вопрос, в общем, звучал таким образом. Почему, применительно, Билайн, почему, когда происходят веерные отключения или, я не знаю, там, какие-то аварийные отключения света, связь пропадает? Ну, проблема известная, мы над ней работаем. Дело в том, что сеть давно строилась, и на данный момент на многих базовых станциях аккумуляторы просто вышли из строя. Вот, но сейчас в течение этого года до конца, в первом полугодии 2018 года эти проблемы будут устранены. Вообще, насколько Билком головная ваша компания уделяет внимание региону? То есть, если в случае с МТС, если с Мегафоном есть полноценные филиалы, куча работников и так далее, то Билайн фактически это вы один. Ну, не фактически, но там есть, конечно, подразделение. Но на аутсорсинге, да, по-моему? Ну, почему? У нас полноценное функциональное подразделение, которое, в принципе, ничем не отличается от Мегафона, ну, я имею в виду по функциональности, да? МТС, в том числе, вот, если, опять же, там, по регионам развития, да, вы имеете в виду по сотовой связи, то у нас самое широкое покрытие среди всех трех-тройки операторов. Мы расположены, могу сейчас заявить, скажем так, о том, что более 180 населенных пунктов участия, ну, присутствие в населенных пунктах, это компания Билайн по республике. Как затравка на будущие эфиры, да? Александр Ильич, подтяни, пожалуйста, вернее, от вас я хочу услышать, какой оператор по республике является номер один в плане покрытия? Компания Билайн, 429 населенных пунктов, он присутствует, а в 180 с лишним населенных пунктов он единственный оператор. Единственный оператор? Единственный оператор. То есть по территории покрытия Билайн является номер раз у нас в республике, да? Да. Я очень коротко хотел бы рассказать, что МТС и Мегафон, они получали свободную лицензию и развивались именно в тех территориях, где они считали нужным, да, где бизнес более такой был выгодный. А Билайн получил лицензию, конечно, это и с помощью нас, с помощью Минкомсвязи Российской Федерации, уже такую нагруженную лицензию. Обязательную, да? Да, эта лицензия заставляла их внедрять базовые станции Билайна, например, в Якутии, в населенных пунктах, где проживает больше 200 человек. То есть социально нагруженная лицензия. Георгий еще хотел что-то добавить. Да, я вот хочу сказать, такой лайфхак у меня есть маленький, ну его специалисты знают, но я им часто пользуюсь. Когда вот кажется, что скорость интернета упала на вашем телефоне, можно либо телефон перезагрузить, либо включить режим самолютика, ну и обратно выключиться. То есть доказано, что, ну у меня это всегда на всех телефонах работало и на всех операторах, так как телефон заново входит в сеть, и скорость увеличивается сразу. Такой лайфхак. Спешу тебя огорчить, на айфонах это не прокатит. У меня айфон. У тебя айфон. Хорошо, тогда на андроидах. Нет, на самом деле вещи довольно серьезные. Мы сегодня вроде бы шутливой такой форме, да они присущи конечно торжественному меню, надо было там, сегодня в этот памятный день мы обещаем, что мобильный интернет у нас будет развиваться семимильными шагами и так далее. На самом деле вектор задан. И то, что он задан хорошо, мы все видим и по деятельности операторов, и по деятельности, и по индексу удовлетворения, скажем так, вот пользователей сетей. То есть есть же какой-то вот этот индекс удовлетворенности, вы на самом деле удовлетворены работой ваших операторов, получается. Вектор задан правильно, и мы движемся в правильном направлении. Но еще раз говорю, если есть оператор, который предоставляет услуги, если есть пользователи, то обязательно должна быть какой-то мостик связующий между ними. Какие-то механизмы, которые позволяют более активно мониторить качество предоставляемых услуг. Не будет должного качества, если оператор спустя руку будет своим обязанностям относиться и так далее, мы какой-то коллапс рискуем получить. И это касается на самом деле всех аспектов нашей с вами жизни, не только связи. И еще раз говорю, не устану повторять, мобильный интернет это не только бирюльки в ютубе. Это еще раз говорю, это и жизнеобеспечение, это здравоохранение, это образование, это многие-многие-многие аспекты. Это один из величайших на самом деле индикаторов 21 века, который выставляет уровень определенной жизни. И мы рады получить ваши пожелания, ваши вопросы, ваши темы даже на телефон нашей горячей линии 73-44-88. Это телефон горячей линии всея НВК с пометкой народный контроль. Вы можете писать свои пожелания, вопросы, наработки какие-то даже присылать в виде видео и так далее. Мы всегда будем рады рассмотреть ваши вопросы, пожелания и прочее, прочее, прочее в программе «Народный контроль», которая будет выходить по средам в 19.45 в эфире национального телевидения Республики Саха-Якутия. Мы завершаем первый выпуск. И, как мы и говорили, очень легкая, хорошая и позитивная тема получилась – качество предоставляемой мобильного интернета. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин